Илья Катасонов человек крайне занятой. Как-никак 11 класс и на носу экзамены. Но найти полчаса свободного времени для беседы в непринужденной обстановке молодой человек все-таки смог. Разговор проходил дома у Ильи. Хозяин радушно встретил нашу съемочную группу, напоил чаем и накормил вкусным яблочным пирогом домашнего приготовления. Диалог начали с рассказа о получении стипендий, ставшей итогом большой работы. Самый волнительный момент это когда ты ждешь, когда тебя объявят. В этот момент особо ни о чем не можешь думать, только ждешь, пока назовут твою фамилию. Когда уже начинаешь подниматься, получаешь диплом, остается радость. Участие в различных олимпиадах и конкурсах, хорошую успеваемость в школе и посещение дополнительных курсов по обществознанию удается совмещать с работой оператором в Центре мониторинга общественного мнения. Про социологические опросы, так как это при правительстве Москвы, то все вопросы в основном о Москве, о политике, о удовлетворенности населения политикой, разными социальными вопросами, междунациональные отношения, экология и так далее. Выбор такой социально важной профессии объясняется амбициозными планами на будущее. Для начала Илья планирует стать экономистом и открыть собственное дело, а уже потом начать политическую карьеру. В будущем найти работу где-то в государстве, то есть помогать со своей стране и хорошие экономисты очень нужны, я думаю, в наше время стране, потому что экономика развивается. В свободное время, которого с каждым днем становится все меньше, Илья посвящает тренировкам в спортивных секциях, занятиям в тренажерном зале и игре на гитаре. Хотелось бы продолжить беседу, но для Ильи это уже роскошь, график не позволяет. Надо срочно бежать, безоблачное будущее само себя не нарисует. Необходим тяжкий труд, и к нему Илья готов. Александр Шишов, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова